вас приветствует канал fire news перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал а мы начинаем анна синякина российская актриса она известна больше театральным зрителям чем кинолюбителям коренная москвичка родилась в семье актеров родилась они когда ее родители были еще студентами актриса с улыбкой вспоминает что они с отцом даже вместе сдавали экзамены искусство просто всеми красками радуги переполняла жизнь девочки естественно что она тянулась к нему ребенок рос просто за кулисами театра посещала кучу разных секций танцы вокал взять рисовать но не все так было по-девчачьему малышка посещала и бассейн и уроки приемом карате окончивши школу она поступила в академию музыки после того как синякина окончила академию на тот момент у нее уже был двойной опыт в кино еще она подала документы в гитис поступила без проблем во время учебы ее приглашали на кино съемки также множество раз было когда актриса играла в театральных спектаклях три сестры король лир демон вид сверху и другие фильмах участие брала с 15 лет и не какая-то там девчонка а девушка по вызову но юной девчонки сказала что она создана более для наивных трогательных образов но может это и к лучшему спустя год ей дали главную роль в фильме ворошиловский стрелок после его выхода она стала знаменитая актрисе посчастливилось сниматься с михаилом ульяновым у легенды советского кино она научилась актерскому мастерству она говорила что он очень бережно к ней относился и всегда делился опытом когда михаил саныч был на площадке мне было гораздо спокойнее я чувствовала себя защищенный было на кого посмотреть и спросить так я правильно делаю иногда действительно казалось что он мой дедушка вспоминает синякина многие говорили что это роль путаны с которой она начала карьеру может за ней закрепиться навсегда но актриса не побоялась и не прогадала меня все время приглашают на роли печальных дамочек и называют тургеневской барышней а проститутка роль характерная таких героинь интереснее играть говорит о своей роли актриса из-за воспитания и возраста в сценах когда они должна была появляться обнаженной за нее играли каскадеры но это никак не повлияло на мастерскую игру по этим картинам в которых она брала участие был виден уже свой почерк актриса снималась не в множестве фильмах всего 19 последний раз когда она заявила о себе вновь был в 2013 году в сериале позднее раскаяние где была главной героиней с трагической судьбой сейчас мы мало где можем ее увидеть но за словами актриса она берет участие в некоторых проектах я не очень люблю говорить о том что пока не вышло потому что у меня есть три работы которые уже лет шесть так никуда и не вышли но я надеюсь что может быть все это выйдет сразу говорит актриса синякова из тех людей которые они показывают свою личную жизнь всем все держат в доме ничего за стены не выносится даже ее фото не так уж много есть в интернете не аккаунта в инстаграме известно только то что она замужем даже непонятно есть ли дети все очень скрыто может это к лучшему так как счастье любит тишину спасибо за просмотр а